Добрый день, уважаемые коллеги. Коротко хочу все-таки рассказать хронологию событий, которая была в нашем стационаре. Мы в этом плане совпадаем с клиническим онкологическим диспансером. 21 апреля у нас тоже был выявлен первый пациент. В апреле-май у нас была зарегистрирована первая волна коронавирусной инфекции. Это было 67 случаев среди пациентов только, не включая сотрудников. В мае мы полноценно ввели все ограничительные мероприятия, которые действуют и по сегодняшний день. Но и в ноябре, в декабре, несмотря ни на что, мы все равно столкнулись со второй волной новой коронавирусной инфекции. Ограничительные мероприятия. Сюда входил и масочный режим, и контроль температуры тела посетителей работников учреждения. Запрет на посещение стационара посторонних лиц. Палатный режим для пациентов, который сохраняется по сегодняшний день, и который соблюдать, к сожалению, все сложнее и сложнее. Ограничение перемещения пациентов и сотрудников учреждения на какие-то диагностические исследования, манипуляции. Но с 5-го числа, с 5-го мая 2020 года мы ввели обследование методом ПЦР всех поступающих в стационар пациентов. И с 13-го числа и по сегодняшний день мы проводим КТ органов грудной клетки, всем госпитализируем в стационар пациентов. В итоге, что мы получили? За 2020 год мы выявили 346 случаев, это 3% положительных результатов новой коронавирусной инфекции среди пациентов, планирующих госпитализацию в наш стационар. Максимум из них приходится на ноябрь, это 124 случая, и декабрь, 113 случаев. Выполнено более 4000 исследований органов грудной клетки. Из них выявлено 214 пневмонии, 4,4%, но характерной для новой коронавирусной инфекции. Это значительно помогло нам избежать каких-то заносов, такого количества в стационар нашего учреждения. Что же мы можем сказать, за что мы можем сказать спасибо пандемии? Мы проанализировали санитарно-бактериологические показатели внутри нашего учреждения, что мы выявили. При оценке показателей смывов с объектов окружающей среды мы увидим значительное снижение роста микроорганизмов при исследовании, при плановом производственном контроле. Снизилась значительная и бактерии группы кишечной палочки, и золотистый стафилококк, и условно-патогенная микрофлора. Некоторые показатели снизились в два раза. Исследования на стерильность. Здесь тоже у нас наблюдается снижение роста микроорганизмов при исследовании изделий медицинского назначения. Операционное поле не дало роста ни разу за 2020 год. Белье снизилось в два раза. Инструменты. Контроль качества обработки рук медицинского персонала. При оценке ситуации мы выявили, что в первом и во втором квартале количество положительных находок было не более 5%. Однако в третьем и четвертом квартале мы уже увидим значительный скачок. И в целом у нас за год выявилось 11,3% положительных находок. Мы это связываем в первую очередь с тем, что первые два квартала мы не отклонялись от планового производственного контроля. И он был выполнен на 100%. Мы ходили во все подразделения. А вот в третьем и в четвертом квартале нас уже жизнь заставила немножко это все пересмотреть. И поэтому мы ходили только в критически значимые эпидемиологические помещения, где, назовем это так, били точно в цель. И здесь уже мы видим, что за счет этого у нас количество исследований сократилось, а количество положительных находок, к сожалению, увеличилось. Что у нас произошло с общей структурой микроорганизмов, выделенных от пациентов? То есть при исследовании биологического материала от пациентов у нас сохраняется преобладание грамм-флоры над грамм-флорой. Но также продолжается рост грибов при исследовании материала от пациентов. Мы видим, что дрожжевые грибы здесь в абсолютных числах. Мы видим, что количество их незначительно снизилось за 2020 год. И что кандиды 0 альбиканс и кандида альбиканс находятся примерно в одинаковых пропорциях от общей структуры. Золотистый стафилококк. Наблюдается снижение находок. Также мы видим, что снижается рост МРСА при исследовании материала от пациентов. Если мы посмотрим стафилококк при исследованиях инфекции в области хирургического вмешательства и инфекции кровотока. Те, что нас интересуют больше всего. То мы увидим, что по сравнению с 2018 годом, с 2019, 2020 год все-таки у нас значительно снизился рост из области хирургических вмешательств. И не дает никакого скачка инфекции кровотока. В анкомицинрезистентной энтерококке здесь видно, что снижается их рост. Процентное соотношение снизилось в 2018 году с 8% до 4% в 2020 году. Ну и клепсиэлопневмония, она также мы видим, что снизился значительно ее рост. И с февраля 2020 года все выделенные культуры чувствительны карбопенемам. Ну и основные выводы. Ограничительные мероприятия значительно повлияли на микробиологический пейзаж в нашем учреждении. У нас сохраняется тенденция по снижению грамм отрицательной микрофлоры. А также у нас снизилось общее количество циркулирующих штаммов. Произошел сдвиг в сторону чувствительных микроорганизмов. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...